Покупайте компьютерные игры на steamaccount.ru. Здесь лучшая цена и моментальная доставка, широкий ассортимент и ежедневные конкурсы. Официальные игры и гарантия 100%. Steam Account работает с 2010 года. Один из немногих по-настоящему надежных магазинов. Ссылочки под видео. Сегодня 26 января, и именно сейчас отмечается Международный день таможенника. Это значит, что все современные гэндальфы сегодня веселятся вовсю. Здарова, за микрофоном как всегда плагиат, и сегодня я представляю вам гайд на Реномага. Даже несмотря на то, что Рено скоро покинет стандартный режим, довольно много людей попросили гайд именно на нынешнюю тир-1 Рено-колоду, Реномага. Сразу скажу, что одним из главных плюсов этой деки можно назвать ее вариативность, что позволяет адаптировать колоду, делая нужные или удобные вам замены в любой момент. Ведь ключевых карт, в отличие от той же колоды Ренолока, здесь не так много. Реномаг получил очень сильный толчок после выхода прибамбаска с введением Казакуса и Салии, которые сделали очень сильный намек на развитие именно Рено-архетипа колоды. Не стоит забывать, что Реномаг — это контроль колода, и как все контроль колоды ориентируются на позднюю игру. В начале и середине игры зачищая стол дешевыми и эффективными заклинаниями против Мид Ренш и таких же контроль колод, или выживая против Агроты за счет дешевых АОЕ заклинаний, Ледяной Глыбы и, собственно, Рено Джексона. Если отмечать Вин Кондишн и данные колоды, их может быть несколько, в зависимости от вариаций, которых, как я уже обозначил, может быть множество. В данном ролике я посчитал нужным отметить Вин Кондишн через Архимага Антони Даса и перевалу в Вэлью через Хвенсли Медива, естественно, вместе с двойным зелем Казакуса при дополнительной помощи Брана. Как и в гаде на Ренолока, начнем с того, что Реномаг, как, впрочем, и любая другая Рено-колода, это удовольствие не для новичков. Колода довольно дорогая, если говорить об ее эталонном варианте, однако, как я уже упомянул ранее, в ней гораздо меньше карта с новой. По сути, ими являются сам Рено Джексон и Казакус, а дальше подбираются карты, которые могут противостоять Мете. Например, в начале декабря, прямо во время выхода при Бомбаске и чересчур мощным наплывом пират-воинов, а соответственно и агрессией в ладере, в Реномагах очень часто находились такие карты, как Зеркальные Копии, Чародейский Взрыв, Сумечный Пироман, Масрица Микстур и Второсортный Касталон. Один из самых частых вопросов по поводу сбора данной колоды включает в себя вопрос о Вин Кондишне и какие карты позволяют получить максимальную выгоду. Тут ответить на все 100% нельзя. Одним из первых сборок Реномага являлась колода с Хрэнселем Медивом, для того, чтобы при помощи тяжелых заклинаний 10-манового зелья Казакуса получать невероятно сильных существ, тем самым обгоняя противника по темпу и ценности карт в разы, что и позволяло победить. Сейчас большой популярностью пользуется версия с Архимагом Антошкой вместе с Вороватым Задирой, который снабжает нас нужными монетками для получения максимально возможного количества фаерболов для последующего разгрома оппонента. Но, как я уже сказал, на этом Вин Кондишне не заканчиваются. Стоит понимать, что Реномаг — это очень живучая колода. Отчасти можно назвать ее рассчитанной под фатик, потому что двойное использование Рено Джексона при помощи боевого клеча Загранательницы Душ, ледяная глыба и разрушительная сила зелья Казакуса не дают просто победить Реномагу. Особенно если учесть, что нынче пожиратели секретов и охотники со свастительными ракетами не пользуются популярностью. Я считаю нужным заострить твое внимание на очень полезных и я бы даже назвал обязательных легендарках для данной колоды. Кроме вышеперечисленных, Алекстраза сочетается с колодой на ура, не только потому, что мы имеем довольное количество герст урона, но и потому, что она может спасти нас в очень щекотливых ситуациях, а вместе с Торисаном, который, на мой взгляд, тоже является очень хорошим дополнением, колода приобретает задатки Фризмага, что против Шаманов, которые даже сейчас избегают хорошего хила на 6, и Чернокнижников, которые любят превращаться в Джераксусов, может стать нашим козырем. Я считаю наличие Брана Бронзоборода абсолютно важным и не требующим какого-либо объяснения, ведь в Ринамаге присутствует большое количество карт с ценными боевыми кличами, типа Казакуса, Куэра Кабала, Лазурного Дракона, да даже Балтливая Книга может принести 2 хикса вместо 1. Одно из главных преимуществ Ринамага – это его мощные классовые карты, которые дают не только бёрст урон для убийства оппонента, но и шикарные АОЕ зачистки. Волна огня, снежная буря, вулканическое зелье и классическая комбинация кольца льда с вестником Рока, способной противостоять любому столу практически на любой стадии игры. Теперь давайте глянем на мулиганы против популярных колод. Касательно шамана, сегодня редкость увидеть контроль вариант данной колоды. Чаще всего мы сталкиваемся с агро-нефритовой или медренш-нефритовой вариацией, поэтому и мулиганить будем под неё. Так как их опенинг через пиратов или трога с тотемным големом не заставляет себя ждать, мулиганим вестника Рока. Также с учётом того, что дешёвое и мощное орудие – это второе имя всех шаманов, в слизне станет отличным дополнением. Также хорошей картой является вулканическое зелье и волшебная вспышка, которая сталласом наносит 4 урона за одну ману, что моментально сносит того же тотемного голема. Понятное дело, Рено Джексона скидывать не нужно. Иногда также есть некоторый смысл оставить в руке хекс или что-нибудь, что поможет моментально убрать агента 477 со стола. Из казакуса, против такой колоды, как агрошаман и, понятное дело, пират-воин, лучше всего стараться получить зелье за 5 маны с эффектом брони и урона по области, либо хексом, помните, главный наш план на игру против агроколот это выжить. Что касается Мирора и игр против также довольно популярного Рено Варлока, а иногда даже и Контроль Война, в данном случае мы должны стараться вынести их за счет получения невероятной ценности карт, в основном с помощью Брана. Но и Заклинательница Душ тоже подходит, ведь двойной Рено, как это обычно бывает, отлично помогает при усталости. Есть огромный смысл оставлять хекс и какой-нибудь ремовл типа Запретного Фламени в Мулигане, для того, чтобы легко справиться с каким-нибудь Сумречным Драконом или Горным Великаном у Варлока или с Браном и Казакусом у Мага, потому что, к примеру, Бран и Казакус часто являются ключом к победе. Можно также оставить элементаля воды для сильного четвертого хода, и также забытый факел для помощи в разменах и затем дополнительного фаербола. В таких матчапах Алекстраза, Грязная Крыса и Бран Бранзоборот приобретают огромнейшее значение. В случае с Алекстразой дождитесь вражеского Рено, а касательно Крысы и Брана, тут нужно постараться извлечь максимальную пользу из этих карт. Ведь если при помощи Крысы вытянуть вражеского Рено от Джараксуса или того же Брана с Казакусом, вы невероятно приблизитесь к победе. По сути, Таурисан тоже может дать вам преимущество, однако в таком роде матчапа старайтесь ставить его либо на большую руку, либо продумывать ход наперед. К примеру, после Таурисана на 10 маны использовать Айсблок и Алекстразу, таким образом с этапа летал и защищая себя от смерти. Что касается такого нынче популярного среди отдельных людей класса Разбойницы, Мулиган здесь будет практически такой же, как и против Агрокалот. Однако против нее Хекс приобретает очень важное значение. Именно он уберет Ван Клиффа или Разбафного Искателя Приключений. Одно из самых забавных вещей это ставить против них грязную крысу. Конечно, лучше это делать ближе к шестому ходу, когда у вас будет чем убить вытянутое существо, у которого здоровья, кстати, будет не больше четырех. Если, конечно, это не Малигос Разбойница. Именно против данного класса, например, у меня больше всего получалось вытягивать ключевые карты, типа Ван Клиффа, Лероя и Аукционера. А вот самый сложный, как для Реномага, так и для любой другой контроль колоды матчап, это друид с нефритовыми големами, которых вы каким-то чудом будете умудряться встречать, несмотря на спад их популярности на рангах повыше. Очевидно то, что тянуть игру против Малфуриона дело Гибла, поэтому нашим винкондишеном является игра по темпу и максимально эффективные зачистки вражеской стороны стола. Иначе никак. Мулиганить постарайтесь существо, а не заклинание, потому что в начале игры ничего хуже, чем Фендрала, вы не увидите. Кстати, если вы его не убьете после выставления, то, скорее всего, проиграйте матчап. Поэтому не стоит бездумно тратить фаерболы и другие возможности для нанесения 5 урона впустую. Что касается жреца, против дракона и Рено версии этого класса, отличным ходом будут попытки вытянуть у них из руки важные карты при помощи крысы. Понятное дело, перед этим убедитесь, что сможете убрать их или хотя бы обезопасите себя кольцом льда. Однако крыса позволит выманить карты с важными боевыми кличами, типа драконида шпиона или брана с историком гнева пустоты, тем самым лишив присталь лейтгейма и затем задоминируя. Каких-то сверхневероятных фишек здесь рассказать сложно. Как я уже сказал, колода сверхгибкая и шикарно адаптируется под мету, хотя ей осталось недолго. Дабы лишних вопросов о замене карт не возникало, скажу следующее. На мой взгляд, сильнейшей вариацией являются Ринамакс, Аликстраза и Антошка как винкондишн, и Сальи как резкий обгон по темпу с тем же зельем казакуса за 10 маны. Что ж, на этом все, и дабы закрепить вышесказанное, я представляю вам три геймплейных ролика на выбор от одних из лучших игроков. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok